Всем доброе утро. Мы с Александром уже съездили по делам, съездили, поменяли карточки свои в приватбанке. Вот Александр сходил в магазин. Там она тетку отпустила, а сейчас мясо там принимает. Не хочу, я ждать 3 часа. Хотели купить мясо. Есть иду, и сырный есть, и мясо есть, и лаваши есть. Давай заедем на базар, а потом уже. Сейчас там все скупим. И потом туда заедем. Хотели купить мясо, сделать рагу, подливу, вермишели. Короче, надо сегодня готовить, кушать. Мы приехали домой уже. Будем выгружаться сейчас. Дети уже встречают нас. И Оскар тоже. Привет, Оскар. Здравствуйте, дети. Иди, Роман. Заходите. Так, опять немножко скупились. Вот. Шоу-уроки там. Идут сейчас или, хотела сказать, рекламная пауза? Сейчас технологии. А чё ты на них не сидишь? Я сижу, там уже, ну, не знаю. Иди на урок. Так, давай, иди, иди. Потом выйдешь, когда урок закончится. А у тебя шо? Две пары было английские. Дверь закройте. Оскар закрытый. Круто. Уж он побегает. Английский и инклюзер в учебной сфере было. По-английскому другой был учитель. Да. И кто там? Виктория Викторовна. У нас две группы объединены. Да, понятно. Она... Шо, в сосиски в тесте с нами? Да. А я думала вам позволить сказать. Может, вы снова гуляете в сосиски в тесте? Милка. Это. Это я тоже заметила. Шо, тебе не понравилась учительница, да? Плохая, да? Ну, плохо преподает. Не то шо. Не то, что плохо преподает. Она... Английскому? Да. Так она ж ничего не понимает. Конечно, не понравилась. Она говорит. Она начала сразу говорить за. какой-то там проект, который мы должны будем сделать в конце... Ну, первого... Ой, не первого сезона. Ну, понятно. Короче, перед сессией. И она начала объяснять, что и как делать уже сейчас. Угу. Зачем она это объясняет? Чтоб до вас дошло. Это через несколько месяцев только будет. У меня из головы всё вылетит. У меня уже я ничего не запомнила. Не, я запомнила, так, конечно. И инструкция есть. Ты меня не пугай так. Понятно. Ну, всё равно она говорит, что если будут отключения света, интернета, типа, ничего страшного. Мы это всё понимаем. И, ну, домашнее задание делать, просто скидывать и... Да, кстати, у нас обещают с 1 октября отключение света и до 10 часов даже, говорят. Не знаю, посмотрим, конечно. Я думаю, что все у нас англичане. Ага. И... Да, понятно. И Лариса Николаевна у нас сегодня тоже была. Но она сказала, у них будет какое-то собрание. И хотела в час вторую пару. Угу. Ага. Говорит, скорее всего, не успею. В общем, решили, что в 7 часов будет вторая. Вечера? Классно. Вообще. А что не в 12 ночи? Классно. Да ладно. А мы вчера, представляете, занесли кровать. Ну, этот сам процесс мы, конечно, не снимали. Что, тут училка пришла? Мучилка. Мучилка. Сам процесс мы, короче, не снимали. Ну, было, конечно, очень тяжело ее занести. Саша ее и разбирал. И собирал. Короче... Подоконник отпелял. Подоконник отпелял. Уже третий у бабушки подоконник. Она нас скоро выгодит, наверное. Обалдеть. Короче... 20 градусов всего лишь. Меньше даже. Ну, 19. Короче, вынесли мы диван этот. Старенький, конечно, видите сами. Он ему уже, я не знаю, сколько лет. Больше, чем мне, наверное. Викин Максима помогал. Нам вчера заносить. А Вика? Ну, и Вика. А-то все помогали. Короче, вот что у нас получилось. Вот, мы ее еле впихнули сюда. Ну, конечно, вот так можно разложиться тут. Ой-ой-ой-ой-ой, ударилась. Вот так разложиться, спать. Ну, да. А часы не мешают? Мам, а вот тут вот так можно разложиться. А папа, да, туда часы потом приедет. Вот, короче, мы ее сюда запихнули еле-еле. Там уже Ромка вчера спал. Да, Ромашка? Один раз у меня уже таракай, вот тут таракарка какой-то пробивал. Я его убил, карпин. Ох ты! Да нету тут тараканов, Рома. Господи. Вот тут, а вот так взял? А кто цвет поменял? Гирлянды. Я. Ты поменял. Да, вот тут, а вот типа это желто-зеленый, 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 желто-зеленый. Ага, понятно. Там нету желто-зеленый, желто-зеленый. Желто-зеленый. Рома. Ну, не одинаковый сын. Ну, не. Короче. Нет, Рома, она просто повернута разной стороной. Вы видите сами, какая узенькая спальня у нас получилась. Ну, не у нас получилась, как она есть, короче. А кровать вот впихнуть сюда, вот так получилось. Вот тут было бы классно какую-то вот такую круглую подушку. Рома, я получил то, что хотела. А, ну да, типа это. Золото квас. Рома прется у нас по квасу. Тут идет урок у Ромы, а он что-то... Рома, блин, это не чайник. Это гранат. Что это за чайник? Рома, иди нормально, рисуй. Блин, ты на меня тут перерыв. Что перерыв? Вон девочка рисует. Рома, блин, это фигня какая-то. Это граната. Рома, не рваться. Раз чайник сорвал, все, уже тебя нет. Рома, тебе надо нормально нарисовать. И что, ничего не видно. Рома, сейчас папа придет. Это не чайник, сын. Это барашка какой-то. Тебе что, сложный полукруг нарисовать? Вот тут Саша вчера отпилял подоконник, чтобы впихнуть туда этот. Будем делать перестановку вот здесь. А ты нарисовываешь. А с этой стороны тебе не рисуются никак? Никак. Капец он неэкономный. Рома. Блин, вот тут палку рисуешь, вот так вот тут делаешь, тут делаешь вот так, и тут ручку, и все. И тут крышечку еще нарисовать. Ты так объяснила. Слишком быстро объясняет. Палка, палка, огуречек, вот ты вышел чайник. Все. Только рисуй так. Боже, ему что, чайник нарисовать надо? Рисуй. Не знаю, хочешь нарисуй. Помощь зрителей. Тут, короче, еще сделаем этот, лестничку сегодня. Вот уже стоят палки. Саша сделает сегодня. Еще? Еще вот эту переноску вот где-то вот сюда повесим? Короче, ты сестре будешь должен, как я не знаю, что. Как земля колхозу. Да? Да, да. Ага. Еще вот тут вот будет висеть переноска, чтобы и папа могут у нас зарядить, и я вот тут буду ложить телефон на зарядку. Желательно телефон не ложить в постель на зарядку. Потому что еще может загореться. Так я не в постель. А как он может загореться? Обыкновенно, сын. Ты что, не знаешь, случаи бывают такие? Это если я вот... Ой-ой-ой. Сел на коробку. Это если я вот... Что за печенье вот это будет? Очень крутое, вкусное. Класс. Всем советую. Так, ну все, короче. Саша приехала от мамы. Отвез собачкам косточки. Собачкам? Собачки. Рексу. Ну да. Покупаем кости иногда. Ага. Там моя резинка. Так, сейчас будем вот это все разгребать, растыкивать. Угу. Викуська любит такой хлебушек зерновой. И опять будут у нас сосиски в тесте. Так, мяско купили. Сейчас будем готовить, кушать. Хочу приготовить рагу. И... А, я говорила уже, вермишель с подливкой. Вика будет как раз сосиски в тесте делать. И... Ага будет сосиски в себе потом делать. Да. Александр будет потом их кушать. С Ромой вместе. Так, еще Саша сегодня лестницу доделает, да? Да. Когда я заберу бокал свой под пиво. Саша сегодня выходной. Ну, короче, надо сегодня расслабиться, да? Ну, как сказать. Отдыхнуть. Отдыхнуть всегда не получится. Надо лестницу доделать, колеса поменять, коммуналку всю поплатить. Особенно коммуналку. Будешь бегать, наверное, по этим кабинетам, да? Нет, я буду сидеть и пытаться ее проплатить через приват 24 на счет или как это все получится, я не знаю. Понятно. Оскар, шо ты? Как ты себя чувствуешь сегодня? Вроде ничего, да? Оскар. Может, не кормили, да, еще? Нет, еще не кормили. Можем удать? Да. Еще не кормили. Котов-то кормили с утра кормом. А этого Чудика уже не знаешь, чем кормить. Взяли, короче, ему сегодня свинину там, косточки. немножко мяса на них. Попробуем его еще этим кормить. Так как у него аллергия, уже не знаем от чего. Я уже говорила в тех видео. Да, Доть? Дотя вышла уже. Сейчас перекусим. Перекусим что-нибудь. Не знаю. Посмотрим. И будем готовить кушать. Санька начал делать лестницу уже. Ух ты, какая будет. Чтобы Ромке слазить и залазить было хорошо, удобно. Дотя голову помыла. Я буду сейчас делать эту сосиску частью. Хорошо. Это очень хорошо. Так, а я поставила уже мясо жарить. Сейчас обжарю. Будет у нас подливка к вермишели. Санька сюда положил. Три часа искал. Зачем дело туда положили? Что-что? Рома говорил, что будет помогать делать сосиску в тесте. Ага. Понятно. Ну, не знаю. Надо бы у него переспросить. Ну, переспроси. Марсик. Ну, наш Марсик тут. Хороший Марсик. Бабушка говорит, породистый кот на огороде спит. А дворовые коты обычные спят на кровати у нас. Ну, не у нас, а в летней кухне. Да, Марсик. Да, хватит меня облизывать. Я чистая. Марсик. Конфеты кому-то купили. Рошэн. Пола. А, Рома еще не видел конфеты. Они целые еще. Какие-то тоже тут непонятные. И такие йогуртовые. Что-что? На вот этом столе могу делать там, где я посуду сосиску пить? Ну, убери, да, все. Хорошо. На лотничке не уберу. Хорошо. Так, неужели уже последние штрихи остались? Ну, я имею в виду лестница осталась и все. Ну, еще, конечно, Ромке комнату надо как-то еще переделывать. Я даже не знаю, как. Короче, очень умелые ручки у нас туда. Люди по-разному говорят. Да, ладно. Сейчас, короче, вот тут подмету. Там уже цветы нападали. Короче, надо подметать. Потому что он сколько мусора уже. Александр уже сделал лестничку. Ура! Последние штрихи остались. Еще надо сегодня матрас разрезать, да? Да, ну, глянь. Что? Что, уже не будем матрас резать? Да, я могу порезать. Вам, короче, не хватает еще кусочек матраса. Может, мозгов. Не мозгов не надо. Кусочек матраса не хватает. Мы хотим отрезать от одного матраса, короче, кусочек. И, короче, доложить туда, на низ. И будет такой цельный матрас почти. Вот. Так что, я не знаю, куда это мы будем делать. Ну, посмотрим. Может, сегодня, может, завтра. Посмотрим. Да, Оскар, будешь залазить сюда? Залазить будешь? Будем жить зимой с котами. Или коты с нами, или мы с ними. Короче, буду тут лазить по лестнице только так, доронки, наверх туда. Особенно Марсик у нас дома любил по лестнице лазить до него на второй этаж. И у него там ляжет в закуточку и спит себе целый день. Так, остаются последние штрихи у нас. Лестницу Саша уже прикручивает, а у нас окошко открыто. Роман уже так залазит. Ну ты даешь. Так а зачем лестницу туда? Я с двух сторон могу залазить. Понятно. Сейчас я привезу. Это, короче, для меня, да? Вы же хоть этот закрывайте, окошко. Глянь, мухи тут летают. Убей стекло не надо муху. Убила муху. Не надо. Что не надо? Муху убивать. Ой, пускай не, ну ладно, сейчас я закрою, а ты потом откроешь, да? Когда папа уже сделает тут. Не дотянусь. Бека. Выкинуть ее надо. Что там делаешь? Отжимаешься, что ли? Да. Саша, я муху убила. Слышь, покажу. Молодец. Вот она. Пипец. Так ты же запустил. Двери не закрываешь. кого ты убьешь, это паука. Оскар, где твоя игрушка? Оскар, закиньте его до меня. Оскар, иди, закиньте его до меня. Оскар, Оскар, я тебе его закину. возьми. Иди ко мне. Иди сюда. Дай мне камеру. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди. Иди до Ромы пойдешь. Иди сюда. На. Оскар. Ко мне. Ко мне, Оскар. Давай. Хорош. А уже назад не сможешь. Ладно. Он там где-то сломался. Кто? Кто? Смотри. Офигеть. Оскар, смотри, как тут высоко, да? Страшно тебе? А ну. Все, Оскар, слезай так. Удута еще лестницу сделать. И Оскар идет залазь. Да погоди. Погодю. Подвинься, Оскар. А что ты на последнюю ступеньку не стал? Иди сюда. Короче, нормально. Ой, боже, и квас запер сюда. Он скоро и тарелки туда запрет. Да? Тут страшно. Да тут нормально. Разве шо, вот эту картину надо снять. Зачем? Ты пугаешься радугой? Да. Нет, ну просто перевесить ее туда. Или не надо? Перевесить или повыше, или вообще убрать. Как хотите. Мы посмотрим потом. Кровать поставили, а картина торчит. Так и не сняли. А мне сейчас надо. Кого тебе сейчас? Мне сейчас надо, уроки получил. шо? Паучу. Я смотрю, ты аж прям сорвался и уже аж растет. Будет синий виноград. С этого винограда мы вино делаем потом. По осени туда дальше уже. ну все